Липовая аллея на улице Олимпийской стала еще длиннее. Накануне Дня Победы ведновчане высадили сотню саженцев, предоставленных компанией Мортон. За посадкой молодых лип следила наша съемочная группа. Два десятка ведера лопат, перчатки каждому и работа закипела. Добрый день, ребята. Среди присутствующих находятся люди совершенно разных профессий, предприятий. Начиная от коксогазового завода, заканчивая муниципальными нашими предприятиями. Здесь и наши структурные подразделения, администрации, простые жители. Причем от молодежи заканчивая уже таким возрастом преклонным. Поэтому мы приветствуем. Эта акция у нас же третья по Олимпийской улице. Здесь уже высажено более 250 деревьев. Сотрудники и спортсмены городского центра спорта принимают активное участие каждый раз, когда проходят акции посадок деревьев. Для нас честь сажать деревья здесь, на проспекте, на Олимпийском. Мы и там сажали, и здесь сегодня сажаем. И за этими, и за теми, и за всеми будем следить. Новые посадим, тоже будем следить. Озеленять город, высаживая молодые деревья и кустарники, очищать леса, парки и скверы района от мусора, в этом году составлен большой план работы в данном направлении. Организаторы акции призывают ведновчан принимать активное участие в подобных мероприятиях. Особенно молодое поколение, которому еще долгие годы жить в этом городе. Сами же представители власти подают наглядный пример. Ощущение самое прекрасное. Во-первых, сегодня такой предпраздничный день, прекрасная погода. Хотелось бы еще раз поздравить наших ветеранов с наступающим днем 9 мая. Я думаю, это то, что мы сегодня делаем, как эта частичка того, что мы хотим поздравить наших ветеранов с этим величайшим праздником. В результате сегодняшней акции «Липовая аллея» соединилась с проспектом Ленинского комсомола. Но поставлена точка в этом большом деле будет тогда, когда аллея соединится с улицей Школьной. А это еще около сотни молодых лип. Их посадят в ближайшее время. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.